Во втором главном корпусе Казанского университета открылась выставка «Университет. Космос. Вселенная», посвященная 60-летию первого полета человека в космос. В Казанском университете астрономические исследования начинаются с момента его основания. Поэтому смело можно сказать, что вклад нашего университета в изучение космоса и Вселенной достаточно большой. В открытии выставки приняли участие заслуженные испытатели, создатели космической техники «Урал-Закиров», проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор Музея истории Казанского университета Светлана Фролова. Здесь, на этой выставке, можно познакомиться с информацией по истории Загородной астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарта. В этом году, в сентябре, исполнится 120 лет с момента ее открытия. Поэтому один из разделов выставки посвящен этой обсерватории и также директорам. Один из важнейших разделов выставки посвящен космонавтам, посетившим Казанский университет. Также есть специальный раздел выставки для абитуриентов КФУ, которые хотят постигать тайны космоса и Вселенной. Здесь рассказывается о направлениях Института физики, где можно получить знания по изучению космоса. «Урал-Закиров» в свою очередь рассказал про свою историю, связанную с космосом. Его работа была связана с изучением трудов Циолковского, Штернфельда и Тихонравова, которые являются патриархом отечественной космонавтики. После изучения ФАУ-2, первой в мире баллистической ракеты дальнего действия, команда инженера вместе с «Уралом Закировым» решила, что можно сделать более мощные двигатели и более мощную ракету. Тогда и был создан этот знаменитый союз, который непрерывно возит космонавтов. И ни разу не было, чтобы союз отказал в работе. Данная выставка подготовлена сотрудниками Музея истории Казанского университета, астрономической обсерватории имени Ингельгарда, научной библиотеки имени Лобачевского института физики. По словам Светланы Фроловой, выставка продлится до августа этого года. Энджи Минибаева, Ленар Тавлитьяров, Универтньюс.